Плэйбэк 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 В вашем городе снимается фильм, ну собственно говоря это продолжение наверное фильма уже известного, называется он путейцы, фильм связан с железной дорогой и истории событий, которые происходят с людьми. В районе там вокзала, поезда, дорога, ну и объединенные все как бы такой железной дорогой. Люди всегда куда-то едут, кто-то приезжает, кто-то уезжает, кто-то встречает, провожает. И вот всякие случаи произошедшие с персонажами. Поэтому главными героями являются, ну, бригада поезда, которая обслуживает данный состав, это поезд Москва-Одесса, Одесса-Москва естественно. Ну и люди, которые в каждой серии новая история. Плэйбэк Путейцы были путейцы один, потом были путейцы два, теперь путейцы три. И основополагающей актрисой или героиней является Нина Ивановна Русланова, которую, в общем-то, по-моему, знает не только старое поколение людей, да, и новая, поскольку она звезда. Вот. Играет Долинский Владимир, которого тоже знают по сериалам и по фильмам и по театру, кто его любит. Вот. У нас играет Вадим Колганов, которого тоже знают, это тоже достаточно известный. А вот молодые герои этого сериала, они все очень молодые. Будущие звезды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Погоди-ка, сядь, сядь. Еще раз, еще раз. Роль у меня Паша. Она не сквозная, она роль в серии. Ну, история молодого человека, который в юности встретил девушку в Одессе. Она, ну, такая трогательная история, родила ребенка. Он об этом не знал. Он уехал в Москву уже, женился на другой даме. У них семья. Потом он знал, что у него ребенок есть, и что его-то любовь старая, она умерла. И вот у него такая дилемма, что делать с ребенком, как его забрать, как объяснить жене. Вот так вот. И все это в веселом сериале Путейцы. Ха-ха-ха. Вот так вот. А о чем вообще сериал? О Путейцах? Я даже не знаю, о чем. О трудной жизни работников в железной дороге. А вы в первый раз снимаетесь в городе Одесса? Первый раз в Одессе снимаюсь. Ну, как впечатление? Да прекрасно. Мне вообще нравится Одесса, мне вообще нравится Украина, ребята. Вы вообще мне все нравитесь. Побежала, побежала. Женщик. 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 Что ждать зрителям от этих Путейцев? Что нового появится? И вообще, когда фильм планирует выйти на экраны? Фильм, насколько я знаю, это канал «Россия». Он показывается, насколько я видел, и в Одессе. Планируется где-то апрель-май, два месяца выйти. Этот фильм будет в течение двух месяцев. Апрель-май. Ну, в смысле, или в апреле, или в мае, но не позже. В смысле, в течение этих двух месяцев будет показан фильм. А чем он отличается от предыдущих? Нам вообще хотелось создать совершенно новую историю. Я видел материалы, фильмы предыдущей серии. Ну, как обычно, как у каждого режиссера, я свой взгляд. Что-то нравится, что-то не нравится. Но мы хотели совершенно сказать, что это что-то новое, абсолютно новое. Мы искали просто новые формы, новые подачи. Но прежде всего, наверное, будет отличаться то, что это очень добрый фильм. Добрые серии с хорошим юмором, с милыми историями, с трогательными вещами, историями, где зритель может улыбнуться, может там что-то бессмеяться. Ну, в общем, хотелось, чтобы было это такое, в то же время, очень трогательные истории, житейские, реальное происходящее. Ну, и еще у меня замечательная бригада операторская, с кем я работаю. Уже не первый фильм. Это Игорь Рукавишников, который не дает, к сожалению, никому интервью. Но, тем не менее, я просто знаю, что они делают, как они их делают. И такая картинка получается. Я считаю, что еще наш фильм должен быть очень красивым. Игорь Рукавишников, который не может быть очень красивым. Игорь Рукавишников, который не может быть очень красивым. В тех, восьми сериях, естественно, есть сквозные и все самые главные. Ну, а там, в основном, все истории добрые. Если я не ошибаюсь, там нет, самое главное, пошлого юмора. Нет цинизма, нет чернухи. То есть, так, по-доброму все очень. Главное, что получилось. Расскажите нам о вашем персонаже. Ну, у меня достаточно такой простой, открытый персонаж, такой интересный дежурный милиционер по поезду У него там есть замечательная история с девушкой, которую он любит с Юлей проводиться Они постоянно ссорятся, постоянно мирятся Не знаю, к чему они в итоге придут, не помню Рассказывать не буду, чем это закончится Открытый, честный человек, который как бы, ну, часто во всех сериях приходит на помощь, в принципе То есть, как бы, вокруг него очень много сюжетов крепится Вообще, какие персонажи вам приходят сыграть, позитивные или негативные? Ух-ху-ху-ху-ху Вообще, на самом деле, как бы, не могу прям так четко сказать Почему-то, в основном, идет не по характеру персонажа, негативные или позитивные А по какой-то его профессиональной принадлежности То есть, не знаю, ну, как у нас такое кино, что если там человек один раз сыграл, допустим, роль милиционера Его будут эксплуатировать вот в этой роли, зная, что он ее когда-то сыграл хорошо Будут эксплуатировать постоянно То есть, можно всю жизнь играть одних милиционер Они будут разные, и к тебе будут относиться просто как к какому-то менту Ну, с одной стороны, да, при этом, как бы, ну, мне довелось там поиграть какие-то разных людей Но я вот понимаю, что у меня уже третий милиционер Я так начинаю сразу задумываться, думаю, ну, сколько же можно-то В общем, ну, так меня тут утвердили все таким путем, что я не мог отказаться Вот, и мне понравился сценарий, в принципе Ну, на уровне того, что иногда предлагают, как бы, ты понимаешь, что вроде бы это ипотейцы третьей части Вроде думаешь, ну, как ты, наверное, там А сценарий оказался симпатичным, это достаточно симпатичная диалогия И режиссер всегда идет на контакт, если что-то можно поменять Ты понимаешь, что такого быть не может Он абсолютно в этом отношении идет на компромисс Ну, скажите что-нибудь о режиссере Ну, я его особо, в принципе, не знаю То есть, у меня здесь всего четвертая, если не ошибаюсь, смена Поэтому, ну, я вижу, что он бегает все время Бегает, бегает, ну, не сильно бегает, бегает У нас просто большой, ну, достаточно большая выработка для такого проекта За 8 серий у нас 7 минут в день, и это, в принципе, много Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Скажите нам, пожалуйста, более детально о этом проекте О чем он, кто его снимает и, может быть, кто режиссер, продюсер Снимает его замечательный совершенно режиссер Фатьянов Владимир Михайлович, у которого есть очень много замечательных фильмов Я, к сожалению, не все смотрела, но смотрела «Правосудие волков» Я уже говорила в какой-то программе, что хотелось бы, чтобы эту картину посмотрели все Потому что она сделана по замечательной повести Кунина Называется «Альфред, забыла, как второе имя» Вот, это было рабочее название, а сейчас это название «Правосудие волков» Этот фильм есть в прокате, этот фильм есть на кассетах Вот, там очень много играет знаменитых актеров И очень много стран, которые участвовали в съемках этой картины Ну, группа вообще очень талантливых творческих людей Это и Игорь Рукавишников, оператор, который работает в связке с режиссером-постановщиком И сделали очень много вместе проектов Поэтому всегда очень здорово, когда режиссер, оператор и художник вместе делают несколько проектов Это тогда, когда это получается, что люди творческие, да, друг друга понимают с полуслова И тогда все быстро происходит Так как мы здесь снимаем, очень здорово У нас нет переработок Вот, и мы, в общем-то, план, который у нас всегда существует на один день Мы всегда выполняем, и это очень здорово Потому что будем надеяться, что не будет перерасхода по смете Поскольку я знаю, у вас очень большой режиссерский опыт работы Мне рассказывали, что у вас очень много хороших картин Вот расскажите, пожалуйста, какая из них самая любимая? Ну, любимая трудно назвать картины, какая любимая и нелюбимая Потому что хочется каждую картину сделать так, чтобы она была любимой Не знаю, наверное, просто одна из сложнейших картин, которую мне приходилось снимать Называется «Последний бой майора Пугачева» Это экранизация колымских рассказов Шаламова Это было очень много действий, много войны, лагерей, поездов, убийств В общем, там всего хватало Пожаров, горений, расстрелов, все было Танковые сражения, там очень много было актеров Около 130 ролей было в фильме И много костюмов разных, не исключая власовцев, поляков, немцев В общем, разные истории были Маша, мы который раз вас видим на съемочной площадке Скажите, пожалуйста, какое отношение вы имеете к кино, да, и что вообще здесь снимается и происходит В различных проектах я являюсь ассистентом режиссера по актерам массовых сцен Либо я, если нахожусь на площадке, то я сама снимаюсь в различных фильмах А непосредственно в этой картине, в картине «Путейца 3» вы принимали участие? Да, я принимала участие У меня в качестве роли проводницы в составе «Одесса-Москва»